Добрый день, уважаемые зрители! Это тестовое на самом деле видео, экспериментальное. Я хотел бы записать формат сказки. Если не зайдет так, то, наверное, я, возможно, ее перепишу. Та тема наша инфляция, ее природа, собственно, борьба с данной природой. И говорить мы будем просто и очень просто. На самом деле об инфляции написано неисчислимое количество статей и книг, записано неисчислимое количество докладов, видео. Но правда в том, что по-прежнему масса людей не понимает, что это такое. Многие государственные уже борются с ней очень странным на самом деле способом. Совершенно неэффективным. Итак, что такое инфляция? Инфляция – это, собственно, процесс обесценивания денег. Что это значит? Допустим, если вы приходили на рынок и за золотую монету могли купить 20 пирогов, вы пришли на рынок и за золотую монету можете купить 10 пирогов тех же самых. Значит, ваши деньги обесценились на половину, на 50%. А цены на пироги выросли вдвое. Почему же такое может произойти? Вы спрашиваете у продавца, почему вы так сильно подняли цены? Вообще, почему вы их подняли? Он говорит, вы знаете, наша проблема в том, что мука и другие ингредиенты, которые мне отгружали, они подорожали вдвое. Соответственно, я готовлю из этих ингредиентов, я сам не произвожу муки или каких-то еще начинок. И что я сделал? Я поднял цены в пирогов. Но вы спрашиваете, но ведь в этой цене есть еще работа? Он говорит, правильно. Мои помощники, я сам, раньше могли эти деньги, которые получали от продажи пирогов, купить себе и своим семьям, еду заплатить за жилье, ну еще что-то. Заплатить страж, а теперь, ну, собственно, нам стало не хватать, потому что все вокруг подорожало. И мы что делали? Ну, мы тоже подняли свой труд, цену вдвое. Соответственно, это вошло в стоимость пирога, которая состоит из цены труда, ну, для простоты сырья, да, и все выросло вдвое, и цена на пирог выросла вдвое. На первый взгляд, все понятно. Непонятно только, почему все это вырастает, как бы, на старте, да, где-то там внизу, внутри. Здесь мы с вами должны очень четко разделить ситуацию на две части. Ну, пока. Рост цены ввиду дисбаланса между предложением и спросом и, собственно, инфляционный рост. Дисбаланс между предложением и спросом. Мы с вами, допустим, продаем коралловый бус. Есть еще какие-то продавцы на этом рынке рыбную. Хорошо, как там, зарабатываем деньги. Потом, не дай небо, появляется какая-то эпидемия. Ну, мы, допустим, продаем кораллов, там, условно, за 100 грамм, серебряная монета. Начинается какая-то эпидемия. И через некоторое время врачи выясняют, что от болезни помогает только тертый коралл. Перемолотый в прах, там, выпитый с чашкой воды. Сколько там? Стололушка часто ходит. Почему это нам сейчас не важно? Важно то, что спрос на коралл становится ажиотажным. Цена добычи не росла, стоимость лодки не росла, ничего этого не росло. То есть себестоимость не росла. Это вот очень важное разделение. Ну, или там, как бы, незначительно ввиду каких-то причин. Но это можно пренебречь настолько-то незначительно. Но спрос вырос в разы. Соответственно, предложение не успевает за спросом. И продавец начинает повышать цену. Почему? Потому что такова природа рынка. Если можно продать дороже, получить большую прибыль. То есть, соответственно, при равной себестоимости получить большую прибыль. То есть, большую рентабельность вложений. Продавец продает дороже. Так балансируется спрос и предложение. Ну, административными методами, конечно, это можно разрушить. Да, там, принудительно заставив продавцов продавать по какой-то цене. При дисбалансе спроса и предложения. Ну, в этом случае мы получаем эффект дефицита. Да, когда, ну, как на кубе. Это неплохо, нехорошо. Это объективно действительно, что если на этом невозможно заработать, то никто туда и не пойдет. Либо тогда надо административировать всю цепочку управления. Второй вариант. На самом деле, баланс спроса и предложения никуда особо не разрушался. Он был примерно равный плюс-минус. Но начинает все дорожать. Почему все начинает дорожать? Ну, ведь никакого резкого рывка спроса не было. Куда там он не вырос так сильно. При этом инфляция 15%, 20%, 30%. Ну, то есть, давайте так, рост цены. Да, какая инфляция, например, такая рост цены. И вот это как раз та ситуация, которая многим непонятна. Потому что сейчас первая ситуация, в принципе, человек может разобраться даже без какого-то там глубокого погружения. То есть, второй нет. Давайте с вами представим картину. В нашем вымышленном государстве всего денежных средств 100 тысяч золотых монет. Можно было просто монет, но 100 тысяч золотых монет. Мы покупаем, продаем. И хороший меч, качественный меч, стоил 5 золотых. Это много. То есть, если вы возьмете там старые цены, это реально много. Если тем более полноценная золотая монета. Теперь такой момент. Королевство нашло, допустим, на своей территории, новые золотые монеты. И король велел напечатать еще 100 тысяч золотых монет. Предположим, пока никаких других денег нет. Есть только вот такие. За счет он увеличил жалование военным. Еще кому-то начал строить новый дворец. То есть, в экономику вошло еще 100 тысяч золотых монет. В экономике было 100 тысяч золотых монет. В экономику вошло еще 100 тысяч золотых монет. И вроде бы, ну, вошло и вошло. То есть, это как бы экономическое развитие. Новые проекты, новые деятельности. Есть повышение экономики, ну, как бы, больше темп в жизни и экономике. А все это плохо? Нет. Но. На руках у населения, тех же самых людей, сидите, пожалуйста, у меня, стал больше денег. Да. И человек, у которого было, ну, допустим, военный, у него было 25 золотых монет, стал 50 золотых монет. Он откладывал свои покупки, еще откладывал, что-то откладывал. Афермер говорит, я пойду и куплю эту новую печь. И на самом деле, рост денежной массы в реальности вызывает скрытый спрос. Это сложно осознать. На самом деле, даже в первой ситуации, когда мы открыто видели толпу людей, хотящих купить коралл, вы должны смотреть не на людей, а на деньги. То есть, на этот рынок пришла огромная, действительно, сумма денег, рынок продажи коралла, который был весьма узкий, уж никому особо не были нужны. Пошла огромная сумма денег, которая увеличилась в 10 раз по отношению к обычной. То есть, обычно приходило на этот рынок за месяц 5 золотых монет, а тут пришло 50-500 золотых монет, 5000 золотых монет. Цена, цена, естественно, на кораллы очень сильно выросла. В истории мы можем очень легко найти историю ситуации, когда там цена на зерно возрастала в действии. Во время войн, да, опять же, почему? Потому что предложение резко уменьшается, а там спрос, в примере, с кораллами резко вырос, а тут резко уменьшилось предложение, зерна стало меньше, там не урожай, поля потоптали. Соответственно, на, вот мы сейчас с вами идем, на одну единицу товара условную на рынке без форс-мажоров, допустим, приходится X монет, да, если у нас резко возрастает с вами спрос, то на одну единицу товара условную у нас начинает приходиться, ну, то есть пришли новые покупатели, допустим, 100 X монет резкого спроса, тут пришло вместо одного человека 100, резко сократилось предложение, да, и у нас этих единиц уже не один, а допустим, 0,0,1, а на 0,0,1 у нас приходится все те же самые X монет, обратите внимание, да, то есть у нас спрос не возрастал, количество покупателей осталось условно прежним, примерно, да, но уже спрос, допустим, там предложение, допустим, уменьшилось в 100 раз, ну, это я беру прям таки, ультрарадикальная цифра, чтобы нам было понятно, соответственно, если при нормальных условиях на 1 единица товара было X монет, при резком росте спроса на 1 единица товара 100 X монет, при резком сокращении предложения на 1 соту единицы товара у нас X монет, и мы приводим это как бы к 1 единице товара, ну, то есть мы 1 соту умножаем на 100, чтобы понять, а сколько же теперь на 1 единицу, и получаем 100 X монет, ну, это же просто какое-то волосыбство, то есть, если мы приводим цифры к сравнимым показателям, то мы что с вами узнаем? Мы с вами узнаем и понимаем, что резкий рост спроса, что резкое сокращение предложения, вот в первой, да, приводит, собственно, к одной и той же ситуации на рынке. Да и не резкий, то есть одинаковый. Рост спроса с сокращением предложения имеет одинаковый эффект. Возникает дисбаланс соотношения денежных средств на рынке на 1 единицу товара. Но, и в том, и в другом случае были изменения в физическом мире, то есть в первом случае на условную там ярмарку, торжище, да, в магазин в первом случае пришло в 100 раз больше покупателей при резком росте спроса, во втором случае пришло в 100 раз меньше продавцов. И в том, и в другом случае итоговый как бы баланс изменился, что на 1 единицу товара стало там 100 единиц. Надеюсь, здесь все понятно. А теперь мы после этого объяснения с вами возвращаемся ко второй ситуации, как бы количество продавцов то же самое, количество покупателей ну примерно то же самое. Какая такая магия здесь происходит? А происходит то, что надо считать не только человеков. Мы же с вами, когда считаем человеков, говорим, да, пришли, мы приводим людей к денежной массе. Мы говорим, пришло 100 покупателей, и у каждого было по золотой монете. Итого 100 золотой монет. А теперь такой момент. Пришли те же самые там 100 покупателей, а не 10 тысяч, как в случае рисковывающей не спроса. Но, но, вместо одной монеты камни выдавали по 10 золотых монет. И вот уже не 100 золотых монет, а 1000 золотых монет. Смотрим на нашу формулу, да? Не формулу, а некое такое мыслительное уравнение. На одну единицу товара у нас было X монет. Но эти X монет, они рождались из количества монет на одного покупателя. В первой альтернативе у нас то резко возрастало количество покупателей, то резко сокращалось количество продавцов. Теперь у нас количество продавцов и покупателей, как я сказал, не изменилось. Но у покупателей резко стало в 10 раз больше денег. Что мы с вами получили? Мы с вами получили ситуацию, аналогичную на самом деле резкому росту спроса. резкому, совершенно резкому росту спроса. У нас стало что? На одну единицу товара у нас стало не одна монета, а 10 монет. 10. Соответственно, как это повлияет на цену? Я думаю, вы уже понимаете. Аналогичная ситуация с резким ростом спроса. Она будет выравниваться, она будет расти. Хотя, еще раз занудно повторю, количество покупателей не увеличилось. Но на самом деле, с точки зрения управления денежными потоками в макроэкономике, может прийти один человек и у него может быть денег больше, у ста человек. Собственно, мы с вами увидели сущность инфляции. Необеспеченные деньги. Все очень просто. Денежная масса равна товарная масса, умноженную на цену. Есть стократно больше сложные формулы с алгоритмами, с интегралами, с чем просто. Но это простая формула. Соответственно, если у нас возрастает денежная масса, количество денег, то есть король допечатал монеты или банкноты или что угодно. В нашем случае золото это не как само золото, платежный эквивалент. лету. Хоть долговые обязательства королевские. Если это не было обеспечено товарами, то у нас неуклонно пойдет верт цена и по объясненной мною формы. Соответственно, как с этим бороться? Ухилищивая товарную массу. никакого другого эффективного способа борьбы с инфляцией в принципе не существует. Если она уже пошла. Существует монетаристский подход, в рамках которого начинают делать дорогие деньги. Это повышение ставки центрального банка. Соответственно, экономика начинает замораживаться, сжиматься. Естественно, если денежная масса начинает сокращаться, свободная денежная масса. Тоже очень важный момент. Речь о свободной денежной массе. Если король выдал всем дополнительные 500 золотых монет и все их положили под подушку, то инфляция не возникает. Если они не пришли на рынок, они ушли в накопление. Но государство должно управлять этим. У государства имеются два инструмента. Первый это замораживание и раскочегаривание экономики. В первом случае мы начинаем убирать денежную массу из экономики путем удорожания денег через ставку. Во втором случае мы снижаем ставку и в экономике появляются дешевые деньги, дешевые кредиты. и люди начинают вал ипотеки был пару-тройку последних лет. Почему? Потому что оно стало дешевым, государство субсидировало и старалось сельское ипотеку 2%, 3%. Я видел такие объявления, сам не брал. Это все раскочегаривает экономику. Эти дешевые деньги, которые по сути миссия. Либо прямая миссия допечатывания, либо скрытая это всевозможные займы и так обязательства. Для выравнивания либо мы замораживаем экономику, а потом мы снова размораживаем, замораживаем, размораживаем. Собственно, таким путем мы имеем цикл экономических кризисов. Цикл не только кризисов из-за перепроизводства. Таким путем мы имеем циклы кризисов, связанных с монетарной политикой Центрального Банка, который тут вверх, тут вниз. Собственно, очень мало стран, на самом деле, параллельно системно управляет товарной массой. Потому что это считается элементом административной экономики. Как бы не принято. Что имеем в итоге? видите сами. Спасибо за внимание.